На Самарской 168 Мина Струкова живет с 2000 года. Свой родной двор женщина видела в разных обличиях. Были и ямы в старом асфальте, из-за которых на дороге постоянно образовывались лужи, и детская площадка, возведенная руками жильцов, а также старые лавочки и урны, которые давно нужно было обновить. Узнав о реновации двора, жильцы с удовольствием внесли свои идеи, чтобы непременно обозначить все проблемные места. Честно говоря, мы в восторге. Во-первых, асфальт, который вечно был в лужах, у нас теперь совершенно новый, прекрасная детская площадка, в подъездах у нас сделали ремонт. Мы очень этим довольны. Парковочные места расширились. Думаю, что автолюбители очень довольны. Да, и теперь будут свободно парковаться и не ругаться за стоянку. Все виды работ согласованы с жителями. Они активно принимали участие в приемке работ, даже с измерителями, инструментами. Устарший по дому весь, все этапы работы проверял. Есть позитивный отклик жителей, потому что действительно, если сравнить, что двор представлял из себя до начала работ, и сегодня, вот буквально вчера только положен асфальт, жители, когда вернулись с работы, были приятно удивлены. Кроме установки новых объектов и укладки асфальта, скоро появятся и зеленые насаждения. Свежую траву и кустарники высадят на газоне и вдоль детской площадки. А также проведут опиловку старых деревьев. Объект планируют полностью сдать к 19 июля. А пока дело за малым – привести территорию в порядок. Будет произведена отсыпка чернозема от бортового камня, то есть не везет смесь мусора, а отсыпка чернозема. За ходом реновации двора на Самарской 168 следили и общественники. Они инспектируют все объекты, обновляемые по программе формирования комфортной городской среды. Мы контролировали все этапы работ и не было никаких отклонений, никаких нарушений. И, наверное, это один из самых лучших дворов Ленинского района, который мы сейчас получаем. За прошедшие несколько лет в Ленинском районе города обновили 58 дворовых территорий. В этом году по двум программам реновации «Комфортная городская среда и содействие» планируют благоустроить 8 дворов. Также разработан план и на следующие три года. За это время планируют обновить 39 придомовых территорий. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.